Ну что, травят, да? Начали травить собак. Новый рынок. За три месяца в районе Нового рынка жительница Барнаула Наталья обнаружила тела трех собак. Щенок был мертвый, отравленный. Именно причина отравления. Потом была другая собака, чуть подальше, около учебного заведения. И третья, это была собака уже из моей стаи, там на рельсах. В стаи Наталья называет порядка десяти собак, о которых она регулярно заботится. Они едят с рук, в принципе, да, вот убили собаку, которая ела с рук. Я стерилизую, щенков пристраиваю, то есть оплачиваю передержки, кормлю их регулярно, все какие-то вот эти вопросы. Причем я кормлю собак, чтобы они не выходили к людям, потому что голодные, они идут искать еду. Женщина утверждает, собаки не агрессивные. Однако многие жители города остерегаются бездомных животных и относятся к ним с опаской. Считают, что прикармливать их нельзя. Так 10 декабря случился инцидент с одной из жительниц города. Она подошла с ребенком, не боясь небольшой стайки собак, да, несколько собак было. Агрессивно со словами, что я тебе сейчас покажу, как ты будешь их кормить. То есть выбила у меня мясо, да, которое я же покупала. Ну и завязалась, конечно же, драка. С женщиной Наталья пошла на мировую, но по ее словам, это не единственный случай угроз и обещания расправ от недовольных барнаульцев. Смотрите, какие огороды. Все удобрения у них. И лают, и дерутся. Тут их целая стая бегает. Да вы что, в своем уме? Вы о чем говорите? Здесь стая. И посмотрите, какие огороды. Вот эту стаю, это она нарожала. Ну, я знаю. Нужно убирать было проблему мамку. Нужно было стерилизовать. Вот это вот безучастное отношение к животным. И так абсолютно у нас все обстоит. Систему обращения с бездомными животными нужно пересматривать, читает женщина. А пока волонтеры находят десятки мертвых собачьих тел. Сейчас объявлены там тендеры на отлов животных. Животное ловится, сидит там оно сколько там дней, да. Но за такой короткий период невозможно найти хозяина и адаптировать. Проблема безнадзорных животных поднимается регулярно, но с мертвой точки дело не двигается. Дворняги по-прежнему бегают стаями по городу. И это, по мнению многих жителей, опасно и страшно. Но стоит ли решать проблему с помощью отравы и удавок? Быть может, пора начать с людей? Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.